Есть main и у него есть b, c, glow2 и e. Если мы это запустим, вот он значит все это считывает. Так, а суть в том, что надо целую сеть создать этих модулей, что-то типа вот этого, ну и здесь что-то такое. Скажем, у нас main включает а и b, ну плюс еще там какой-то модуль системный, которого нет у нас. А включает b и c, скажем, b включает c и d, или d и c, вот так в таком порядке. c у нас и d у нас еще есть, d. d, например, использует только files, вот так. c, а c у нас использует... что он может, там, map какой-нибудь. Вот, вторая сеть создается. Можно его, в принципе, так как у нас... А, сюда он даже смотреть не будет после импорта, да? В любом случае комментарии работают, можем расписать это. Может, main у нас как бы это изобразить лучше. Не знаю, не важно. Включает а и b. Ну и плюс еще log. А у нас включает b и c. А у нас включает b и c. Так, c у нас включает math и d у нас включает files и все. Ну, не очень понятная схема, наверное. Ну, ладно. Значит, b включает... Что у нас включает? b, у нас это трудно. d и c. Ну, вот, да. b включает d и c. И этот b тоже включает d и c, потому что это один и тот же. Можно попробовать схему нормальную нарисовать. Так. Вот как-то так. Так, мы включаем a, b и log. a у нас включает b и c. Сейчас вот как-то пониже нарисовать, потому что что-то такое надо сделать. Чуть-то тут у них комменты выключился. Чуть-то тут у них комменты выключился. Интересно. Люк такие огромные. Так. А у нас включает b и c. c и strings еще. А strings у нас больше нет. Значит, a включает, значит, b, c и strings. b, оно включает d и c. c у нас уже есть. Вон там. И здесь будет, а c где-то ниже. Так. c у нас включает math. c strings. Да, она включает fast. Я не знаю, понятно на этой схеме что-то или нет, но на цепь так. c strings. Опять поймем, значит, верю. Глобально. Раскрашивает. Так, это не надо. О, сейчас должно быть совсем красиво. Нормально. Так, ну что тут. Получается, есть системные модули, они никого не импортируют. Может, они кого-то импортируют, но здесь это никак не учитывается. В принципе, их в любой последовательности надо включать в выходной файл или в какой-то определенный, но это пока не рассматривается. А есть модули d и c, которые импортируют только системные модули. Ну и получается, мы как бы даем модуль main на вход. Он открывает, видит, ну то есть он видит вот это, вот это и вот это. Себе списочек делает такой. Это у нас уже есть. Дальше он два раза должен пробежаться по списку. Значит, с самого начала и до конца. Вот когда он первый раз пробегается, он берет название модуля из списка и говорит ему, что ну-ка давай добавь все, что тебе надо в глобальную переменную модульс. Модульс. То есть, которую мы сейчас вообще не используем, получается. Кстати, посмотрим. Да, в комментариях встречается. И вот мы там nil присваиваем, да, и в принципе все, мы ее не используем. То есть список у нас как работает. Вот эта процедура с странным названием atModuleListOf. В ней есть переменная list. Ну вот туда все это собирается. Вот. Где-то import list, а вот showmodules list. Так что, но сама эта процедура называется addModuleListOf. Надо ее как-то переназвать. В общем, получается мы ее запускаем с main. Она получает список, потом мы перебираем список и каждому модулю говорим давай-ка добавь все, что тебе нужно. То есть тоже говорим его atModuleListOf. А что он делает? А он точно так же заходит, смотрит b, c, strings. То есть здесь у нас это отражено. Составляет списочек, а потом по нему начинает проходить и говорит как бы b. b. То есть не этот, не main говорит, а сначала этот получается. a. Обращается к b и говорит давай-ка добавь всех своих. b тоже входит в b, смотрит, видит d и c. Вот эти два. И начинает их перебирать. Значит, заходит в c и говорит добавь всех своих. Он видит math, добавляет math. Потому что math файла нет такого, он как бы не может его найти, он просто его добавляет в список и все. К примеру. И это все, что у него есть в c. Поэтому он в конце концов еще и себя добавляет в список. Вот после того, как он всех своих импортов добавил, он еще и себя. Так все будут делать. Значит, получается, что у нас в списке появилось на данном этапе math и c. Вот. Значит, это было у нас в b. Все. b обращается после c к d. b говорит давай добавь всех своих. d добавляет точно так же файл среди себя. Значит, у b закончились потомки, так сказать, модули, которые он импортирует. Поэтому b добавляет себя по той же логике. То есть он все прошел. Так, вопрос. А зачем нам второй раз проходить? Я сказал, два раза проходим. Что-то, значит, упустил. Первый раз он всем говорит добавь своих. А, ну все, один раз надо проходить. Они же, каждый из них сам себя в конце добавляет. Поэтому не надо второй раз проходить добавлять. Ну да. Значит, а попросил b. Теперь он должен, посмотрим, b, c, 30. Теперь он должен к c обратиться. Но к c он не обращается, потому что c находится в списке уже. То есть он должен проверить, есть ли он в списке. Если есть, он к нему вообще не обращается. Хорошо. Это делает a. Что у него еще есть? К b обратился, к c обратился. Еще strings есть. Он добавляет сюда strings. Получается, что у a, модули a, закончились потомки, которых он может обработать. То есть он обработал b, c и strings. Ну и он добавляет себя. А его вызвал модуль main. А в модуле main еще есть b и log. Вот только сейчас он перешел к b. Но b уже есть в списке. Смотрит log. Это системный модуль, он его просто вписывает. И у него закончились потомки, он добавляет себя. Вот теперь все. У нас создался список всех модулей, используемых в приложении, которые отражают правильный порядок их импорта или компоновки или компиляции. То есть, если бы представить, что все эти модули надо компилить, то их надо компилить, например, в этом порядке. Все будет хорошо. Math никого не использует. C использует только Math. Files никого не использует. D использует files. Что там дальше? B использует C и D. Вот они оба есть и оба откомпилированы. Ну и так далее. Main в самом конце, потому что он на самом верху в схеме. Вот такое надо сделать. Значит, не знаю, может быть переименовать процедуру сначала как-то. Ну вот, например, там есть такая addModule, да? Ну, как-то у нас item это называется. Можно и назвать addItem, по идее. Хотя, не знаю. Но это еще ладно, это нормальное название, более-менее. Тут я бы назвал showList. Просто они у нас работали с глобальной переменной Modules, а теперь ее нет. Теперь передается сюда, а может с любым списком работать. Хотя понятно, что этот item это на самом деле какой-то модуль, потому что в нем есть name и system. Но, тем не менее, он item называется. Как-то более общее. Может его переменовать, не знаю. Так, isModuleInList. Ну, в принципе, нормально. Можно было назвать просто inList или isInList. Или includes, даже как-то так. Включает или нет. То есть, совсем коротко. OpenModule это нормально. То есть, это который открывает файл и возвращает объект чтения. Бегунок. Так. GetImportList. Считывает текст модуля. Он именно с одним модулем работает, уже с открытым. Это нормально. То есть, получить список импорта этого одного модуля. Нормальное название. AddModuleList. Ну, явно какое-то корялое. Рекурсивно обходит граф импортивного модуля, создает и возвращает список для компиляции в правильном порядке. Ну, почему он называется add? AddModuleList. Потому что он как бы должен добавлять вот в глобальную переменную. Modules. Что мы вот в do вызываем. AddModuleList. Off. Передаем там main, который пришел на вход программу. И после этого мы получаем в этом модулсе список. Вот. Как-то надо связать с этим названием, да? Угу. Что-то типа... Не знаю, add, не add. Register какой-нибудь. AddToModule, кстати. Тоже вариант, наверное. Но он... Да. Смысл, что он не этот модуль добавляет, который мы даем, а его импорты. Все-то как-то не отражено. Хм. Модуль. List. Filters. О, хотя бы так. И не add. Import. 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 Тоже что-то не то. Import. Да. Так. Ну что он делает? Он открывает этот модуль, открывает все модули, которые с ним связаны. Все это анализирует и в глобальную переменную засовывает. Много очень он делает. Как-то это в названии особо не отразить все вместе. Надо что-то одно, может быть. Кстати, можно как-то типа useModule и все. Загадочно назвать. Или importModule. Кстати. Тоже вариант типа. Import. Или просто import даже. То есть даем название модуля. Он как-бы все что нужно импортирует и его. Тут не видно, что это с глобальной переменной связано, да? Кстати, можно поближе поставить. В принципе, можно было бы ее сюда передавать. Но особо нет смысла. Что это? Правее стало странно. Импорт. Ну ладно. Что там еще? Может быть. Почтение списка импорта из модуля прошло успешно. Это можно убрать. Теперь import. Пусть не показывает этот список, который у него получился. Это вообще убираем отсюда. И сейчас для теста просто вот здесь вот это сделаем. И он будет не лист показывать, а вот тот самый модуль. Так. Get. Тут в принципе можно read. Предлагал Патрик, я помню. Что-то такое. Тем более, что тут riddle дается. Может и есть смысл так называть. Тут еще есть проблема, что у нас вот эта процедура выдает error. Да? True или false. А больше никакая не выдает. То есть, может быть, надо еще эти error добавить или каким-то образом предусмотреть обработку ошибок. То есть, например, сам этот импорт, он же сам себя будет вызывать. А если произошла ошибка, как бы мы не узнаем. Может быть и его, скажем. Или boolean, чтобы он возвращал. Да? Ну, по идее, он должен еще как-то сообщать, что за ошибка произошла. Ну, можем попробовать сейчас. Скажем. Пусть он возвращает boolean. И вот как раз он здесь, есть у него error boolean. Вот для того, чтобы прочитать возвратное значение. В принципе, его-то мы и можем использовать. То есть, скажем. Будем считать, что ошибки... Ну, это можно здесь. Здесь сама эта ошибка делается. А вот тут у нас error true. То есть, если мы не смогли модуль открыть, то будем считать, что произошла ошибка. И... То есть, если все нормально, должно так происходить. Открываем модуль. Он не равен nil, этот объект. Поэтому заходим сюда. Считываем его в список импорта. Error при этом устанавливается этой процедурой false. Потому что ошибки не было, если все нормально. Значит, if error не срабатывает. End заканчивается. То есть, if заканчивается. И мы возвращаем false. То есть, все... А мы должны, наоборот, true возвратить. Поэтому здесь делаем наоборот. Return будет как раз true. Если все нормально. Как бы возвращаем, что ошибки не было. Попробуем так. Ну, как там обычно пишут. Вот. Вот. Да. Вим странный как бывает. Поэтому надо свой вим писать. Так. Ну, с этим импортом у нас в одном месте вызывается. Можем сразу это учесть. Вот тут, да. То есть, это нам не позволит скомпилить. Потому что это... Как это? Процедурный вызов функции называется. Поэтому мы здесь должны if сказать. Ну, если импорт, тогда все хорошо. Тогда, собственно, showmodules, да. А иначе... Пишем, что не удалось поставить список импорта. Что дальше? Дальше. Дальше у нас... Да. Вот что. Значит, еще раз нам дают импорт. Это, допустим, говорят files. Ну, или там math или strings. Мы, естественно, такого файла не находим в нормальных случаях. Потому что это системный модуль. Поэтому у нас r не равно nil не срабатывает. Срабатывает вот это. Невозможно открыть strings. И все вылетает с ошибкой. Как бы, чтобы такого не было, надо... Вот здесь, видимо, это проверить, да. Что, а вдруг это системный модуль. А почему именно здесь? Казалось бы, можно в самом начале проверить. И потом только вот даже до этого открытия, да. И потом пытаться уже открывать, если он не системный. Но так лучше, потому что, получается, человек сможет создать свой файл strings.mod. И он будет использоваться вместе с системным. Ну, например, ему системный не нравится. Он хочет так же назвать. У нас есть такая процедура, я понял. Из системы модуль. И були она возвращает. Мы записали, она работает. Значит, если это модуль системный. То, что нам передали, да. Тогда... Что вот тогда надо сделать? В принципе, что эта процедура импорт должна делать? Ей даётся модуль. Она всё, что ему надо, добавляет. И его самого добавляет. То есть, если это модуль системный, то пока он может просто сам себя добавить. И на этом всё. Никакого импорт-листа у него нет. Хотя, по идее, у каждого системного модуля может быть какой-то импорт-лист. Ну, может быть, что, допустим, человек там импортит args, да. А мы ещё host args инклудим автоматически. Ну, что-нибудь в этом роде. Это как-то надо или хардкодить, или ещё что-то. Но пока этого нет. И здесь надо воспользоваться процедурой addModule, которая в указанный список добавляет указанный модуль. причём она сама ему говорит, системный он или нет, и в него вписывает эту информацию. Это, кстати, нам не очень годится, потому что откуда она знает. Вот мы даём strings. Может, это наш strings. Она где-то используется. Вот она из модулин лист. Собственно, в рит импорт-листе она используется. Она в список вставляет этот name. Ну, допустим... Да, и всё, по-моему. Да. Короче, например, мы здесь false передаём. И делаем здесь вот такую штуку. System boolean. И здесь убираем этот system из system module. А пишем просто то, что передали, то сюда и записываем. Дело в том, что здесь не очень понятно, что... То есть это процедура, которую просто попросили из файла прочитать список модулей. То, что в ней в файле написано, что там за слова. И она не знает, системные они или нет. Поэтому как бы передаём false. Хотя мы на самом деле не знаем, false там или true. Ну, например, прочитали strings. И мы не знаем, это чел свой strings написал или он имел в виду тот. Поэтому говорим false пока. Даже если это files, strings, math, не важно. Потому что всё равно после того, как эта процедура отработала, она возвратила список. И дальше... Где она вызывается? Она в импорте вызывается, да. И вот это... Дальше этот список мы здесь и будем обрабатывать, собственно. То есть будем смотреть system, не system, как-то так. А тут мы попытались что-то открыть, не получилось. И смотрим, если он system, тогда всё нормально. Мы там его, собственно, обрабатываем, да. Мы его добавляем вот с помощью addModule в глобальный список modules. Название такое. И мы говорим true здесь. Потому что мы знаем, что... Ну вот. А если уже и открыть его не получилось, и он не системный, тогда его вообще нет. И мы только в этом случае ошибку выводим. Мы ещё тут ругаемся в консоль. Но это, в принципе, здесь не должно быть, конечно. Ну, пока что оставляем. По идее, все эти ошибки должен куда-то складывать. И кто-то другой должен показывать. Как-то так. Ну и... Вот мы список прочли. И должны что-то с ним сделать. Ну, пока, кстати... Что у нас там main? А, b, log. Может быть, у нас log в этом списке появится. Modules в конце. Сейчас попробуем сейчас скомпилить. Вон. Не факт, что... Сейчас. Не факт, что у нас этот makefile работает нормально. Вот попробуем так. Modules ничего. То есть ничего не выписано, да. Почему? Почему? Потому что... Ну, вот с чем он запускается. С main, да. Значит, что он... Говорят... Modules nil import as. И что он modules? Что импорт делает? Открыл. Прочитал. А, ну и всё. В modules ничего не произошло. То есть, если мы... Это неправильно так писать. Ну, вот есть... Да, надо этот модуль делать. Ну, и если даже вот так написать, это, конечно, глюк. Но он покажет, что там. Потому что он, типа, указывает на тот же список. То есть, мы сейчас видим его... Список вот этот... Лист на самом деле. Вот. Ну да, здесь надо именно перебирать список. Ну, чтобы перебирать список, это... Это мы делали. Просто переменную. Объявляем. Становимся. Да. Сначала надо проверить наличие ошибки. Что тут и происходит. Это надо... Пилонайперу сделать. Можно вот в таком варианте. То есть, если ошибки нет. Если рид-импорт-лист нормально сработал, то тогда мы становимся на начало списка на первый элемент, если он есть. Дальше, пока список... Пока есть элемент... Ой, что-то еще. Пока... Есть элемент. Мы будем его обрабатывать и потом переходить на следующий. Ну, собственно, если здесь написать addModule. modules.p.name Ну, вот здесь true или false не знаю, но напишем false пока. То уже, получается, по одному перекинет все это... Скопирует в modules, да? И уже... уже будет... Чего это он... Чего это... Так... Не хватает... Вот здесь. Ну да, работает. Ну, напиши там true. А мы ничего не увидим, потому что он... Да... Он true туда записал. Но это вот... Вот здесь вот можно было бы, да? Хотя нам это и нужно, в общем-то. Ну, скажем... Как это сделать лучше? Вот так вот. То есть после названия модуля он еще в скобках систем выводит. если... P-system true. После P-name. Ну, вот. У него все... Все системы. Потому что он и true. Да. Ну, соответственно, напишем... Здесь... Нет. Ничего не бывает. Да, кстати, здесь можно эти доллары вписывать. И здесь тоже. Везде, где речь идет о строках, мы передаем RF chart, везде можно этот доллар вписать. Просто он, типа, быстрее работает, и уж он до нуля этого копирует. А, не весь массив. Ничего не меняется. Так. Ну, естественно, не так надо, да? То есть мы прочитали модуль, который нам сказали, получили список импорта непосредственно на этого модуля. Дальше перебираем все эти модули из списка импорта. И мы им должны сказать import. Вот что. То есть, на самом деле, не это. Мы должны сказать import P-name. И еще boolean он возвращает. Это тоже надо учесть. Сейчас к этому вернемся. Но чтобы он по кругу не ходил несколько раз, чтобы он одни и те же модули не пытался заимпортить. Если он еще не заимпортил, зачем это делать? То есть здесь же нет проверки, что такой модуль... Можно, кстати, сюда было бы вставить. То есть if уже есть, тогда сразу выходим. А можно здесь это сделать? Можно и так это, я даже не знаю, что лучше. Обычно, конечно, делают снаружи, но... По сути разницы нет никакой в данном случае. Давай здесь, да. Значит... Сейчас посмотрим. Есть у нас isInList... IsModuleInList. Кстати, можно и назвать его isInList или просто InList. Достаточно нормальное название. Ну вот, то есть if нет его в списке, как он там указывается... Сначала список, потом название модуля. Значит, список здесь имеется в виду глобальный, а название то, что хотим добавить. Ну вот, если его там нет, добавляем. Не то, что добавляем, не просто добавляем. А! И надо будет учесть, что он еще буллин возвращает, поэтому сразу срочку сделаем. Не просто добавляем в список его, а мы к нему обращаемся. Как бы он появился первый раз, мы ему говорим, давай-ка ты там всех своих добавь. А он рекурсивно опять вызывает всех своих и так далее. Ну, получается, что вот как бы рекурсию вообще не принято рассматривать вот таким образом, как мы тут трассировали, заходили вглубь и обратно возвращались. Запоминали, какими путями мы попали в B, там через A или через Main. Это гораздо легче воспринимать по-другому. Снаружи, не углубляясь никуда. То есть, вот нам дают Main. Нам говорят, Import Main. Что мы должны сделать? Мы должны посмотреть, какие он... Вот сюда, собственно, да. Каждому из них сказать, добавь всех своих и добавься сам. А потом добавить нас, и все, нас больше ничего не интересует, все будет работать. Потому что каждый из них сделает то же самое, но это уже углубление. То есть, по сути, вот, прочитать список, каждому сказать Import, и потом добавить один-единственный модуль, это нас самих. И все. Поэтому, да, тут никаких... Тут единственный, вот, после того, как мы всех обошли, и если все было хорошо, да, то есть, наверное, тут нет ошибки, да. Тогда мы должны уже сделать AddModule и добавить не PName, а добавить mod. И вот здесь мы знаем, что false надо писать, потому что... Ну, то есть, мы нашли этот файл, поэтому это не системный модуль. То есть, нам сказали Main. Мы его открыли, мы в этом ife, значит, получилось открыть. Значит, точно false, это не системный. Системный, они туда идут. Вот, смотри, здесь их не ошибка, потом внутри опять их не ошибка. Как-то, понимаешь? А, потому что не дописали. Вот здесь надо сделать их. Вот так вот. Потому что эта штука может вернуть false, тогда все плохо, надо говорить, что была ошибка, и это не делать. Ну, по идее. Ну, во всяком случае, надо зафиксировать ошибку, чтобы потом зареторнить ее в конце, что у нас тоже все плохо, у нас там кто-то что-то не сделал. Вот. Но, по идее, еще и цикл остановить, потому что зафига мы ходим дальше по этому циклу, если у нас какая-то ошибка, мы уже делать ничего не будем, да. Ну, это один из вариантов. Поэтому здесь тоже в вайле можно дописать. Значит, пока не было ошибки, и пока не равен нет. Как только либо... Почему false написал? Не знаю. True. Вот, ошибка-то была. Значит, я дописываю true. Значит, если не удалось заимпортить какой-то модуль, тогда считаем, что ошибка была. Значит, тут переходим к следующему, либо в конец переходим, это неважно, как повезло, да. И если была ошибка, либо если все закончилось, то мы, значит, выходим из вайла, идем сюда. И только если ошибки не было, вот тут в Zen мы не заходили в if, да, тогда мы добавляем себя и добавляем себя. Может сэкономить строчку, не знаю как. Наверное, не очень. Напишем. Ставим так. Ну и потом return error получит. Return не error. Соответственно, если error false, то мы return true в знак того, что у нас все замечательно. И наоборот. Если была ошибка, то return не false, но от того, что все плохо. И, по-моему, это все вообще. Что там? О! Значит, я это скопирую. По-моему, работает, да? Да, работает. Вот у нас тут есть просто уже расписано, как должно быть. Порядок другой, да. Может, t что-то. Ну, c. Ну, это правильно. D нужен только files, да. А, ну да. В B написано tc просто. D? Да. Вот так написано. В D. В B. В B. А, в B. А, в B. Ну да. Ну, вот сейчас сделаем cd и посмотрим. Кстати, два варианта. Вот. Можно так, можно так компилить. Потому что, вообще-то, порядок импорта, он же имеет значение. А написать cd не то же самое, что dc. Потому что, инициализироваться эти модули. То есть, их вот эти begin'ы будут выполняться в разном порядке. Это как бы независимые ветви одного и того же. Может сначала c пойти, а может d пойти. И немножко от этого будет разный результат. Ну, прикольно работает. Еще и правильно говорит, какой систем, какой нет. Ну, в данном случае, вот math, он знает, что это систем. По какому параметру, критерию? Что у него есть глобальный массив, где это написано. Если мы вдруг... Кстати, ошибки надо проверить, да? Скажем, мы... Ну вот, да, например, b напишу. Что у нас? Не удалось составить список. Произошла ошибка при чтении списка. Ну, конечно, сообщение об ошибке так себе. Вообще не говорит, где ошибка. Но вот, произошла ошибка при чтении. Сейчас мы это исправим легко. Мы же там какую-то информацию обладаем. Вот оно, да? Что это? Импорт мод. Хотя бы мод вывести. Из модуля и... Да. Paname? Нет, Paname тут... Здесь нет. Wealthy. Есть только мод. Так что... Вот так вот. Просмотрим. Произошла ошибка при чтении списка импорта из модуля main. Не удалось. Это уже у него в самом конце вот эта штука. Это как бы, собственно, не ошибка, а просто подведение итогов. Так. Что еще? Другую ошибку. Какой-нибудь там E, которого нет. Что он говорит? Невозможно открыть модуль E. То есть системного нет такого. И обычного тоже нет. И он говорит, не удалось составить. Что еще может быть? Ну вот интересно, мы... Можно же отсюда запускать. Мы запустим не main. Ну вот main, например. Пишу, он тоже самое выводит, да? А можно написать C. Что он скажет для C. Что нужен math и сам C. И все. Вот там еще B есть. Math, C, files, D и B. Как бы задом наперед все и сказал. C, D, а в одном из них math. Да. C. Ну да и files. Правильно? Там было это все. Да, files и math было. Так. Прикольно. Что теперь с этим делать? Все мы тут сделали. Ошибки какие-нибудь там ловить и так далее, проводить. В принципе, можно и потом это дописать. Более адекватные ошибки в более адекватных местах выводить. Не на экран там сразу, а куда-нибудь как-то передавать. Что-нибудь придумать. А, вот этот read.import.list у нас тоже работает пока в таком режиме, что он просто ищет слово import. И, окажется, мы говорили, что это и нормально. Потому что, да, если здесь внезапно будет написано, знаю, там, integer, то он этого вообще, типа, ну и что, я не знаю, что здесь должно быть, да. Или будет, ну, начинаться файл прямо со слова import. Он тоже не заметит. Он такой, а, во, import. Отлично. Что там дальше после него? Вот. Ну, все комментарии он пропускает. Там, если он увидит здесь какой-то значок, которого здесь вообще быть не должно, типа, звездочки, он тоже на это ругнется. Кстати, можно и проверить. Ну, например, что-то такое. Что-то не очень он... А, ну потому что... А, ну да, он не рывнется. Потому что что у него написано? Пока не дошли до конца текста и не нашли импорт, идем дальше. Там у него еще есть scan.bed, но он его просто мин проходит. То есть это можно улучшать, переделывать, но, в принципе, оно нормально работает. Так что если модуль неправильный, ну что, список можно составить. А дальше он не заработает. Так. Ну, а что должен делать вообще вот этот файл? Какая-то программа? Она обнуляет modules, вызывает if. Если все нормально, она делает пока show modules, да? Она должна не показывать их на экране, она должна, в общем-то, компиляцию вызывать. Как у нас сейчас компиляция происходит? У нас makefile, там, значит, sq-файлы. В sq-файле вот такая штука посылается в rundf0. А мы можем просто вызвать вот такую процедуру и таким образом скомпились. Вот. Но она не особо пригодна для этого, по-моему. Потому что она нам никак не ответит, есть ли ошибка. Это же процедура двумя параметрами. Ошибку она никак не выдает, надо это там переделывать. Либо скопировать этот модуль, там три файла, три модуля. Либо дописать, еще пару процедур дописать туда, чтобы можно было... То есть делать что-то типа, если все прошло успешно, тогда... Ну, здесь можно какую-нибудь процедуру вызвать другую, да? Компайл all... Ну, и, наверное, здесь тоже id, да? скомпилировать чего-то там будет который по этому списку пробегает пока просто по аналоге сделаем ну и тут он каждый p.name там как-то собственно если это системный модуль его трогать не надо сразу можно сделать да если не системный тогда мы его там обрабатываем вот если не удалось скомпилировать такой-то модуль ошибка true ну собственно тут пока не было ошибки и не закончился список идем дальше кстати как вариант вот просто для интереса да тут можно было бы не писать именно в цикле не используют такую штуку потому что ну схитрить написать вот так это ведь тоже работает взяли и закончили цикл таким образом а не нельзя потому что вот это вот здесь будет ошибка так просто не отделаться тогда приходится тут писать там ну это коряво да довольно так наверное не стоит ну да это это коряво это какой-то спагетти код не все то есть вот об этом что речь да, carer false пока ошибки нет и цикл не кончился то есть кончился отлично сразу выходим return true если его вообще не было если там пустой список дали да return false да кстати опять тоже печатка как раз compile all в случае успеха должен true возвращать как импорт так такая процедурка ну и compile модул который похож на это все там цикла не будет но компилирует модуль то есть в случае успеха возвращает true compile модуль мод мод array ну в чарп ну то есть сейчас это ничего делать не будет но если это запустить он говорит окей ну то есть не окей естественно компиляция просто успешно он должен говорить но здесь должно быть дальше после компиляции каждого модуля надо скомпоновать все это в exe файл ну в исполнимый файл это легко добавить подбор то есть Линд, просто линд. Составляем список импорта всего графа, потом все модули, которые записаны в глобальную переменную оказались, компилируем и потом компонуем. Если что-то не получилось, ну, соответственно, одну из ошибок выводим. Если все получилось, говорим «все создано». Каркас такой создаем. Тут пока непонятно, что будет. Так, до конца. Тут, в принципе, трубы дается пока сейчас. Как и в Compile, тоже он просто трубы дает. Для интереса, чтобы проверить, как это работает, можно вывести, да, что. Ну, ну, линдку, ну, да. А, ну, линдку у нас... Для красоты. Что получится? А, ну да, интересно, компиляция модуль C, D, B, то есть он в том порядке, в котором может их сделать, только в конце компиляция main, а потом пошла компоновка, и он тут уже и системные тоже перечисляет. Потому как получилось, то, что CompileAll у нас просто проверка в цикле, если это не системные, только тогда мы там пытаемся его скомпилировать. Ну, то есть для того, чтобы CompileModule работал, надо ему вот эту штуку как-то нормально вызвать, придумать способ или дописать ее, да, то есть это надо лезть в BlackBox, смотреть этот самый вот, как он там называется, файл, OTC, или что-то в этом роде, открывать, смотреть, что там может предописывать. Ну, там все просто в этом модуле, я вот читал несколько раз, как он работает. Просто, чтобы он адекватно нам как-то или ошибки возвращал, или хотя бы просто true или false. Да и вообще, вот если... сейчас вот проверим просто интересно, допустим, там точку запятую уберу, пытаюсь компилировать, но он все равно этот make-файл запускает почему-то. То есть вот он показывает 4387, да, вот он 4387, и он вообще в другое место показывает, то есть что это, надо найти этот глюк и исправиться. А где мы только что были? 154-я, а мы были 170-я. По-моему, сбой идет при символах конца строки. Сейчас проверим, вот, например, здесь я забыл, что он скажет. 26-я ошибка, то есть 26-я, 26-й символ. Ну, типа, это он и есть. Ну, как бы правильно. Если здесь я буду. Официально пробелов побольше. 60-й. Пропущена запятая. Ну, правильно, он сюда показывает. Ну, ладно. Ну, вот еще пару переносов строки. А где им тебе понравится? А, может быть, да. А может, русские буквы? Во! Они же... Может, вайс? Да, 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 байты считает. Может, да, скорее всего. Ну, это тоже. А, ну, логично. Но у него же в блокбоксе русская буква – это char. А в нашем случае это 2 байта. А английская – это 1 байт. Вот, весь фокус. Сейчас проверим. 79. Ну, короче, здесь тут все правильно пока. А, как только тут... Так, здесь запятую брал. Здесь пришел QQQ. Проверяем. 68. GoTo 68. Правильно. Значит, после буквы R. А? Комменты вам нормально. Да, это нормально, но как только мы... От тысячи порожек уже будет на 68, а в тысячи два. Ну, будет, получается... Куда он там, ниже или выше показывает? А, ну, он скажет... 74. Он скажет точно то же самое 68, мне кажется, нет? Ну, сейчас проверим. Да, да, ну, 70. Да, 68. А если мы так делаем? А, ну, это Vim. Ну, в смысле, Vim по байтам ходит, когда GoTo пишешь. Он, типа, насчитал здесь 6. Вот здесь. А, ну, тогда еще нормально, блин. Тогда нам не надо что-то чинить, надо как-то Vim придумать, как бы ему придет нормально. Может, есть какой-то там GoTo другой. Надо просто глянуть. Тоже другая история. Да. Так, еще раз. Все ли работает? Исполнимый файл создан, якобы. Терпимую линку, ему же еще надо дать название, может быть, как это все назвать. То есть, ему дается список и, ну, еще какие-то там аргументы, это потом можно добавить. Пока неизвестно. То есть, как называть исполнимый файл? Может, по-другому же называться, чем модуль. То есть, обычно это пишется как GCC, там, O, My Program, там, Main.c. То есть, это файл исходный, это то, что получается в результате компиляции. И здесь что-то такое же надо подобное сделать. Ну вот, ну вот, видимо, видимо, надо посмотреть. Видимо у нас... Че, его нету здесь? То есть... Ну, это не наш, блять, боксовский, да. Ну ладно, а, ну видимо, сейчас посмотрим. А это что у нас? Ну, это такая устаревшая документация. Название нитей и описание нитей. Это можно обновить. Наверное, это все равно у нас есть. Можно убрать вообще отсюда. Main. И вообще куча файлов. Вот они. В Main целая документация. О, то, что надо. О, то, что надо. Так, это у нас было в случае, если у нас дать сайт, а точнее модули Б. До цены. До цены. Так, это мы же документируем. Ориентируем. Так, что тут надо, что-то тут что-то было неправильно. Так, надо меня просто вот так написать. Аркс, постаркс нужный, да. Ну, типа просто скопируем эти два файла в БКП. Может, так и написать. Кстати, это надо после этого делать. Установить. Установить. Вот так, такое понятнее. Ну, это как-то так. Понятно теперь, да, вроде написано. Да. Этот файл, он одинаковый. А это зависит от Linux, теория Windows. Там так устроено. В этом ББКП. Установить режим Linux. Установить режим Linux. Ну, это там README есть. Там, в принципе, написано. Вот это всё не нужно, потому что makefile есть. И этот makefile, по-моему, аркс тоже купил. Ну, да. Запустить. Make. А, на Windows это не будет работать. Это всё-таки надо тогда расписать, чтобы вариант есть такой. И, ну, да. Вот так, надо посмотреть. ... А, на Windows. Утром. Утром. Тай-зам. Утром. 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 Так, ну вот, вот еще. Хм, забавно смотрю. Если запускать RunFog, который FreeOberanCompany.du запускает, значит, как он работает, он модуль этот загружает, загружает все, что он импортит, и потом do. И ошибка, связанная с args. То есть trap 101 в args.parumcount, а там сделаны через вот эти хуки. Короче, он хост args не прикрепляет никак, потому что, ну, собственно, его нету нигде в списках, в FreeOberanCompany, да, если посмотреть. Его здесь есть args, а внутри args нету этого хост args, оно не так работает. И он его сам не инкудит. То есть надо, если его отсюда запускать, тут надо какую-то команду запустить, которая импортит вот этот модуль, как она там пишется, что-то типа kernel.что-то. Посмотрю потом. Ну, это чтобы вот так запускать, в принципе, это не очень нужно, вот здесь сейчас работает. Интересный такой нюанс. Субтитры сделал DimaTorzok